МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. И сегодня, как обычно, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружала нас в Украине, в Одессе. Представитель президента Украины в кабинете министров, некто Андрей Герус, заявил в телевизионном эфире следующее. Зеленский шутил о снижении тарифов и что они высокие, но никаких прямых обещаний он не давал. Конец цитат. Имеется в виду период предвыборной кампании. Да, такая вот веселая история в духе 95-го квартала. Замечательный представитель президента. У него там все такие шутники? Или только господин Герус? А я в одной из своих передач КПП обращался к Зеленскому с просьбой. Заканчивайте играть в КВН. Доиграетесь. Также этот самый представитель президента заявил еще вот о чем. Президент Владимир Зеленский ищет пути снижения тарифов на электроносители для населения. Ищет. Это хорошо. Главное, чтобы нашел. И далее. Сейчас окружение Зеленского разрабатывает комплексный план снижения жилищно-коммунальных тарифов для населения. Там, где это возможно без негативных побочных явлений. Конец цитаты. Сейчас окружение Зеленского. А почему сейчас только? Я думал, они шли на выборы уже, имея какие-то планы. Или, как предыдущие тоже, свои мечты выдают за планы. И насчет сейчас окружения. Окружение Зеленского. Хотелось бы узнать, кто же эти люди. Надеюсь, там появились не только специалисты по массовым зрелищам. Не хотелось бы, чтобы новая власть ассоциировалась со старой поговоркой. В стране без ногих и хромой король. Кабинет министров Украины создал государственную службу по этнополитике и свободе совести. Я полагаю, что это предвыборная идея малообразованного премьер-министра Гройсмана. Одна из моих передач в пространстве интернета называлась «Пецик», «Поцик», «Нацик» и «Луцик». «Пецик» уже нет. А эти еще пока шевелятся. Что же придумал премьер-министр? А придумал он следующее, что служба будет реализовывать государственные вопросы в сфере межнациональных отношений. В общем, захист прав национальных меньшинств. Защита прав национальных меньшинств. Вот меня интересует, эти нас будут защищать? А от кого они нас будут защищать? Ну, пора же объяснить уже этим дегенератам, что меня и вас защищает Конституция Украины. Пусть почитают статью 22 и 24. Деятельность службы будет координироваться и контролироваться Кабинетом Министров, естественно. Но через Министерство культуры Украины. Пока я только вижу прачечное Министерство культуры. Но именно они будут решать вопросы, связанные с национальными меньшинствами, правами человека. И самое главное, с религиозными вопросами. В пояснительной записке к документу говорится, что ухудшилась конфликтогенная ситуация, в частности в сфере религии. Ну и, естественно, требуется оперативное вмешательство в государство. И дело в том, что это все спровоцировано московским патриархатом. Агрессией используется Российской Федерацией для этнических и религиозных действий, для раскола украинского общества. То есть, другими словами, это все рука Москвы. Поэтому вот здесь в Министерстве культуры начнут бороться, понимаете. Это вот не ваше вмешательство в дела церкви разобщает верующих, оказывается. Рука Москвы. Что же вы сразу не сказали, ребята? А то мы все думали, что это затея Порошенко, чтобы вместе с поддельником из Турции еще что-нибудь украсть. Но уже у УПЦ московского патриархата. А оказалось, что это, оказывается, рука Москвы. Послушайте, я вам вот что хочу сказать. Да вы уже всю страну завоняли своим так называемым патриотизмом. Боюсь, что не выветрится. И еще. Насчет национальных меньшинств. Если зрители интересуют этот вопрос, напишите мне. Или позвоните. И в последующей передаче КПП я расскажу, кто в Одессе, скажем так, и во Львове был коренным населением. А кто национальными меньшинствами. Расскажу. Теперь о делах предвыборных. Все же кинулись избираться, чтобы страну поднимать. Понимаете? Они пять лет ее уничтожили. Да, надо страну поднимать. Те же самые говорят. Это еще будет очень интересное зрелище, когда мы поближе к выборам уже поговорим на эти темы. Там будет интересно. Но это вообще впереди. А пока стало известно, что Саакашвили, Михаил Николаевич, идет в Верховную Раду Украины во главе своей партии, которая называется «Движение новых сил». У тех новые лица, у этих новые силы, ну, а у некоторых новые деньги. Перед тем, как принять такое решение, Саакашвили, конечно же, оббежал все серьезные партии с предложением сотрудничества. Мы должны это понимать. Ответ везде был одинаковым ему на эти предложения. Ну что вы, ну как же, вы же такой мощный политик. Поэтому идите вы самостоятельно. В одной из передач КПП после приезда Саакашвили в Украину я обращался к Зеленскому и сказал, что Саакашвили не принес никакой пользы, будучи губернатором Одесской области. Не принес пользы, играя в свои дешевые игры. И играя в них, он заигрался. Не помогли даже тайные договоренности Струханова. И в этой передаче я просил президента только не направлять Саакашвили в Одессу, чтобы потом не пожалеть об этом. Я уже говорил неоднократно, что я не сижу в сети, там интернет. Но мне передали один из отзывов после передачи. Отзыв такой. Александр Эдуардович подробнее о Труханове и Саакашвили, пожалуйста. Людей зацепила эта информация. Ну что же, я расскажу. Кстати, о том, как он был назначен губернатором Одесской области, это отдельная детективная история. Потому что это назначение сопровождалось дешевой операцией дезинформации, какого-то прикрытия истинных намерений Порошенко и, естественно, Саакашвили. В общем, они играли в это все. И в итоге вдруг, бац, и Миха в Одессе. Приехал не один, приехал с Сашей Боровиком. Кто такой Боровик? Коротко. Боровик в советское время окончил учебное заведение КГБ, был направлен на работу в Германию, как якобы гражданин, изменивший родине, Советскому Союзу. Ну, думаю, что пользы родине не принес. Саша Боровик из потомственной КГБшной семьи. Папа полковник управления КГБ по Одесской области. Сначала папа втихаря приватизировал конспиративную квартиру управления, а после увольнения работал с криминалом. по нефти. Ну, я думаю, вы поняли. Зачем нужен был Саша Боровик? Зачем он нужен был? А Саакашвили хотел быть хозяином и области, и главного города Одессы. И для этого ему нужен был шестерка Саша, который был бы обычной марионеткой в руках Саакашвили. Серьезные люди дважды объясняли Саакашвили, что происходит в Одессе и чем закончатся игры с участием Боровика. А он отмахнулся. Что вы меня предупреждаете? Я президент. Я когда это узнал, хотел как-то так, чтобы ему передали. Это ты в Грузии президент. А в Одессе ты еле-еле, ну, тебе, наверное, расскажут, кто. И вот в процессе избирательной кампании Саакашвили встречается с Трухановым. Конспиративно. и договаривается с ним по трем позициям перед первым туром. Первое. Всеми возможными способами не допустить победы Гуровица. Ты и она с одной стороны, я Миша с другой стороны. Это главное. Второе. Без административного ресурса и фальсификации давай договоримся Гена с тобой, что во второй тур выйдешь ты, Труханов, и Саша Боровик. Это обязательно. И третье. В итоге побеждает тот, кого назовет Порошенко. Никого выберут люди Одесситы, а кого назовет Порошенко. Саакашвили был уверен, что Порошенко назовет его человека, Боровика, Петр Алексеевич. Не понимая, что Петя разводит его, сначала убрав из Киева, чтобы не претендовал на какую-то особую роль при нем, а затем отодвинул от кормушки под названием Одесса, в которой Порошенко был заинтересован сам, но уже ориентируясь на Труханова. И произошло то, что произошло. Труханов неожиданно для Саакашвили, ну, вы понимаете, как, выиграл в первом туре. Таким образом, второй тур не состоялся. Саакашвили просто развели на мизинцах. Еще не соображая, он кинулся к Порошенко. Тот развел руками. Михаил, я, дескать, ни при чем помочь ничем не могу. Народ выбрал Геннадия. Леонидовича. Потом Саакашвили обратился в Центральную избирательную комиссию. Те сказали, ничего не знаем, победил Труханов. Затем Саакашвили побежал в суд, где ему сообщили, что даже рассматривать не будут эти дела. И тут он, очевидно, понял. И стал грозить Труханову. Все расскажу. Я интервью видел это. Я скоро хо-хо. Только ничего-то не рассказал. А просто начал называть Порошенко барыгой. Понимая, как кто-то его слил. Ну, а чем все закончилось, вы знаете. Вот такая история. И последнее насчет Саакашвили и его партии. если на выборах предстоящих Верховную Раду Украины за них, за эту партию проголосуют хотя бы один, два процента избирателей, то это уже будет повод для праздничного обеда этой партии. Итак, наш несмотря ни на что город-герой Одесса. Пока еще город-герой. Президент Украины уволил начальника Одесского управления СБУ. И совершенно правильно сделал. Потому что этот начальник СБУ, который находился на содержании, никак не мог сообразить, что Труханов гражданин России, что за ним числится ряд не очень хороших дел. Знал Порошенко о том, что начальник СБУ никак не может это сообразить. он не принимал никаких мер, потому что надо было всех держать на крючках. Всех. Фамилия такая знаменитая, конечно, у него Александра Довженко. И предлог снятия с ложности неудовлетворительные показатели в борьбе с контрабандой. Но занятие контрабандой у них было совершенно удовлетворительное. они крышевали контрабанду. Причем различную. Вы себе представить не можете, какие деньги они воровали у государства. Контрабанда всего. Машины сюда завозились. Там есть один полковник шустрый. Сейчас о нем поговорим. Контейнеры полные, пустые. Слушайте, я информацию снимал по этому вопросу смотрел. У меня в папочке есть. Удивительно. Даже представить себя невозможно. Вот эти чекисты, которые от Феликса Эдмундовича Держинского, они там в гробах переворачиваются. Наверное, рука тянется к маузеру, чтобы вот этих нынешних поощрить. Я думаю, что, может быть, какие-то новые люди придут. Потому что, если придут старые, те же заместители, другие, или начальники подразделений, будет то же самое. Только новых людей или таких старых, заклятых коммунистов, пенсионеров, которые КГБ меч карающий всех тут порешат. Ну, тех, кто совершает преступления. Так что, еще все впереди. Посмотрим. Одесский городсовет решил взять кредит. третий миллиардный кредит. Знаете, вот, когда думаешь об этом, в свое время мэр Гурвиц боролся и подбирался жесточайшей критике со стороны президента, премьер-министра. Он боролся за то, чтобы деньги города оставались в городе. не уходили в Киев, потом Киев так, с барского плеча, а чтобы произошла бюджетная реформа. И говорили, да вы еще это себе позволяете, потому что бюджет города был около трех миллиардов. Город сборолся, потом ушел не решили сделать, а чего, давайте сделаем бюджетную реформу. И город стал получать 9 миллиардов. Но от того, что в три раза больше жизни не улучилось в городе, в три раза. 9 миллиардов. То есть тем хватало, выбивались из сил 2,8 около трех. А у этих 9 и они берут третий миллиардный кредит. И за два года они взяли кредитов на 100% больше, чем Гурвиц за 5 лет своей каденции. Я помню, как они кричали, у кредитов взял, ты смотри, рассчитываться, кто будет. А там кредит был, что за два месяца можно было остаток погасить. Но Бадалан не гасил его. Каждый раз говорил, знаете, у нас кредит, а чего у нас не получат, кредит отдаем, он все годы кредит. Потом стал почетным гражданином Одессы, там надо половину, до этого еще дойдет. Вот такая ситуация. А на что не хватает? Потому что с первого кредита еще не отдали 600 миллионов гривен. А берут третий, потому что же надо что же сделать? Куда же вот... А, да, да, да. Додумались они. Нам же Софиевскую надо достроить. Туда возьмем денежки, туда в Софиевскую. А почему в Софиевскую? А потому что ремонтируют и достраивают ее. Есть такая организация Рос Дор Строй. Очень тесная к товарищу Труханову. Ну, самая близкая. И оттуда пойдут все украденные деньги. Вы поняли, куда они пойдут? В чьи карманы? Теперь я понимаю. Я надеюсь, вы понимаете, почему все время их не хватает. Один миллиард, второй миллиард, третий миллиард. Еще не хватает. Никак отдать не можем. Что с городом сделали? На склоне 12-й станции Фонтана решили построить отель. Ну, как бы святое дело. Правда, к морю близко нельзя. крутили, мутили. Добавили слово оздоровительный центр. Ах, оздоровительный. Да, ну, хорошо, оздоравливает. Раньше было так. Какая схема была? Еще пару лет назад. Заказывают строительство, потом, когда оно заканчивается, говорят, знаете, а мы вот вместо отеля решили, это будет жилой дом. Тут уже ничего невозможно сделать, снести невозможно, очень судебное все дело. А эти еще не построили, уже стали квартиры продавать. Минуточку, вы же отель строите, а что же вы квартиры продаете? Значит, вот этот вот запрещенном для строительства жилых домов вместе вы уже построите и будете квартиры продавать. Вот о чем идет речь. Вы знаете, такого еще не было, чтобы до завершения строительства обозначенного отеля, оздоровительного центра продавали квартиры. Оказывается, там будет жилой дом. делают, что хотят. Может быть, спешат, не знаю. Хотя у меня не очень большие надежды, что кто-то их остановит. Я так просматриваю списки партийные, кто там у них в разных партиях Верховную Раду. Как сказал герой одного произведения, меня терзают смутные сомнения. На сегодня все. До встречи на КПП. на КПП. Редактор субтитров Корректор А.